Братья благословенные, мир и благодать вам всем. Тут некоторые сестры у нас тоже есть. Это здорово, что есть такая поддержка сестринская. Виктор Кириллович, спасибо вам за ваше догостеприимство. Такое омско-питерское, сибирско-питерское. Братья, я не думаю, что это будет просто проповедь. Потому что на такого рода конференции люди, ну мы с вами, вряд ли ожидаем просто проповедь. Сегодня, более того, в наше время у нас есть прекрасный книжный стол. Там Александр Иванович Чикин, я вижу, стоит сам роман. Он возглавляет издательство, хорошие книги издают. Сегодня есть нужда в контенте, но это не самая большая потребность. Сегодня одна из самых больших потребностей – это общение единомышленников, которые за Христа, ради Христа, в конкретной местности поддерживают руки друг друга, чтобы Царство Божие созидалось и строилось. И во многом конференции – это, прежде всего, площадка общения. Мы не пытаемся здесь впечатлять себя или удивлять чем-то. Мы желаем вместе иметь честный разговор, открытый разговор. Поэтому, братья, у меня нету истории, чтобы впечатлить ваш разум или пронзить ваши чувства, или удивить ваше сердце, клыкнуть ваши эмоции. Но у меня есть желание, как вашего сослужителя, честно поговорить, отталкиваясь от Божьего Слова. И второй момент – не уезжайте, если вы не найдете для себя какой-то ответ. Подходите друг к другу, молитесь вместе. Благо, Господь подарил это прекрасное место здесь, и погода удивительная просто. Столько много места, можно просто отойти в сторонку и помолиться. Поразмышлять, записать себе что-то, подумать. Потому что Бог разговаривает с нами, Он разговаривает со мной лично, даже когда я буду читать текст. Он разговаривает с нами здесь, когда мы открываем Его Слово, когда мы обсуждаем Его служение. Потому что, если и есть кто заинтересован в успехе нашего служения, то это сам Господь Иисус. Потому что Он есть пастор и начальник, потому что это Его Церковь строится, и потому что это Его благодатью она созидается. Поэтому у нас есть, знаете, в хорошем смысле слова, обреченность на успех, но не на наш личный, а на успех этого предприятия. Иисус не даст Церкви пережить поражение. Она будет двигаться вперед. Врата аду ее не одолеют. Это точно. Но вот что надо осознавать, братья. Когда Бог сотворил этот мир, то Он сотворил также и несколько институтов, связанных с человеческим обществом. Ну, самый первый институт, раньше даже, чем братство, это был институт семьи. Да, семьи. Мужчина и женщина, Адам и Ева. Но это временный институт. Мы читаем Писание, что на небесах не будет ни мужчин, ни женщин. Наши отношения даже как личности, мужа и жены, будут намного более глубокие, интимные, проникновенные, чем то, что мы имеем здесь на земле. Поэтому это временное явление, благословенное явление, но все же не наследующая вечность. Она отражает вечность отношений Христа и Церкви. Но это временно. Также Господь сотворил по причине греха, по причине совершенства, поврежденного человечества, институт государства, власти. Тоже как отражение Его Царства. Наступит момент, когда придет Царство Христа, видимым образом, окончательное Царство. И Иисус будет Царем над всем. Это тоже временное. Но есть институт, который имеет начало, не имеет конца. И это Церковь. Церковь – это то, что питает и греет сам Господь Иисус. Церковь – это эпицентр Его работы на земле. Это Его любовь. Самая большая любовь. Именно с Церковью Он проведет вечность. Именно Церковь сядет с Ним на престолы славы, чтобы царствовать. Именно поэтому и сегодня внимание Господа направлено на Церковь. Именно поэтому те, кто посвящает себя созиданию Церкви, они вкладывают, инвестируют в неприходящее. Если что-то, что мы делаем, оно не созидает Божие Царство через Церковь, значит, мы просто теряем. Теряем. Если мы не созидаем семью ради Божьего Царства, мы потеряем. Если мы не созидаем наши активности гражданские, социальные и прочие ради созидания Божьей Церкви, мы потеряем. Потому что то, что наследует вечность, это невеста Христова. Именно за ней Он придет. И точно не 21 сентября, и не 20. Но Он точно за ней придет. Итак, мы с вами говорим о строительстве. Братья, этот текст, который был прочитан из 3 главы 1 Коринфянам, этот текст в действительности относится прежде всего к служителям. И я покажу несколько моментов, которые сказаны эксклюзивно к служителям. Мы нередко, читая этот текст, думаем, что апостол Павел говорит абсолютно ко всем верующим. И да, чуть ниже, в конце этого отрывка, да, там есть слово ко всем верующим, вы храм Божий. Но он начинает разговор с лидерами церкви, с руководителями церкви. И он показывает ту великую цель, ради которой Господь созидает церковь. Если я сознаю величие той цели, которую Бог, ради которой Он поставил у меня, то это поменяет мое отношение ко многим вещам. Я не просто провожу собрания каких-то людей. Я не просто некий религиозный деятель. Но прямо тут, когда собирается Божий народ, что-то вечное созидается. Самое близкое место к небу встречается. Что-то святое происходит. И это меняет восприятие многих процессов, которые происходят в нашей церковной общении. И апостол Павел здесь не желает, ну, знаете, укорить этих верующих Коринфея. А послание Коринфянам кажется, что может ли быть хуже церкви. Но это очень плохая церковь в плане жизни, отношений, всего остального. Кажется, они просто упустили просто многие принципиальные вещи, так что их отношения друг с другом поломались. Это влияло на их благовестие, развитие. Но все же Павел желает никаких фокусов на Христа, на Евангелие, чтобы обновилось их все служение. Некоторое время назад мне попалось письмо, и, возможно, вы слышали, потому что однажды его прочитал публично Билли Грэм на одной из конференций. Так оно кочует из книги в книги. Однажды попало ко мне. Интересно то, что я буквально некоторое время назад общался с социалистами, марксистами, коммунистами. Есть такие у нас люди, очень убежденные, считающие, что гонений вообще в СССР никаких на верующих не было, и прочие-прочие вещи. И они даже это письмо мне тоже припомнили, поэтому я решил его процитировать. Итак, молодой студент-коммунист пишет письмо своей невесте. И вот, что он там пишет. «Среди нас, коммунистов, высокая смертность. Многие наши товарищи убиты или арестованы. Мы живем в полнейшей бедности. Мы отдаем партии каждый грош, который зарабатываем сверх того, что необходимо для поддержания жизни. Мы, коммунисты, не имеем ни времени, ни денег на кино, концерты, изысканную еду, благоустроенные жилища, новые автомобили. Нас представляют как фанатиков, мы и есть фанатики. Наши жизни отданы одной всепоглощающей идеей – борьбе за всемирную победу коммунизма. Нашу философию жизни не купишь ни за какие деньги. У нас есть дело, за торжество которого мы боремся. Есть ясная цель жизни. Наши маленькие личные «я» мы подчинили великому движению человечества. И если мы бедствуем, если наши личные «я» страдают от подчинения партии, то все эти потери полностью размещает мысль, что каждый из нас, пусть совсем немного, способствует торжеству чего-то нового, истинного и лучшего для человечества. Если есть что-то, ради чего я готов умереть, то это коммунизм. Он – моя жизнь, мой бизнес, моя религия, мое хобби, моя возлюбленная, моя жена и любовница, мой хлеб и воздух. Я работаю для него днем и мечтаю о нем ночью. Благодаря ему с годами и расту, а не старею. Поэтому у меня не может быть дружбы, любви и даже простого разговора безотносительно к этой силе, которая ведет меня и направляет мою жизнь. «Людей, книги, идеи и поступки я оцениваю только с точки зрения пользы для дела коммунизма и их отношения к нему. Из-за моих идей я уже побывал в тюрьме, и если понадобится, я готов пойти на расстрел». Вы чувствуете, какая убежденность, посвященность? Человек, не имеющий Духа Святого, может обладать такой страстью человеческой, чтобы отдать себе всецело идеи. Это значит, что мы, имеющие Духа Святого, будем больше, будем сильнее. Но вот с чем мы сталкиваемся, почему мы сегодня здесь с вами собрались? Некоторые из нас много что строили, смотрят, и получилось не красивое, прекрасное здание Божьего храма, а какая-то хибара. И мы честно признали себе, что-то не выходит. Некоторые из нас бросаются из стороны в сторону за новыми трендами, идеями, какими-то фишками, полагая, что вот то, что нам даст прорыв, вот то, что произойдет. Обычно требуется лет 15, чтобы понять, что уже пора было начать думать, чем бросаться из стороны в сторону. Но все же, кто-то только начинает и думает, вот здесь, мне кажется, есть какой-то видимый успех, и если я сейчас этим воспользуюсь, вот тогда построю нечто, что просто будет огромным, сильным зданием. И вот мы сегодня собрались здесь. Бог сердцеведец, он знает, с каким настроем из сердца мы приехали. И вот наш текст сегодняшний поможет нам это видеть. Я еще раз прочитаю его. «Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божия Нива, Божие строение». Апостол пишет. «Я поданный меня от Бога благодати, как мудрый строитель и положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. «Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Итак, мы видим, что Бог сегодня созидает церковь. Братья, Бог сегодня созидает церковь. И Он помогает, может быть, нашему бизнесу, нашему здоровью, нашей семье, прочим вещам ради того, чтобы созидалась Его церковь. Если церковь не является фокусом моего внимания, то я точно мимо смотрю. Потому что Бог смотрит на то, чтобы созидать церковь. Это самое главное для Бога. Это самое важное. Никто на этой земле не может сказать, «Меня питает и греет сам Господь». Даже когда Он посылает дождь на праведных и неправедных, когда Он управляет свою любовь, общую благодать ко всему человечеству, это меньше, чем то, что получает церковь. Именно здесь в церкви действует могущественным образом преображающая благодать, когда верующие становятся похожи все больше и больше на образ Христа. Именно здесь самое близкое место к небу. Здесь присутствует сам Господь Духом Святым. Это важно понимать нам. И поэтому, если мы желаем оказаться в эпицентре Божьей работы, нам нужно оказаться, прежде всего, сердцем в Церкви Христовой. Церковь – это не хобби, это не увлечение, это не данность. Это просто вся жизнь. Подумай, как этот юный коммунист говорил о коммунизме для подлинного рожденного в суши человека. Церковь. Столпы утверждения истины. Именно главою Церкви Иисус был поставлен. И, как говорил еще Киприан Карфагенский, там, ранний учитель церкви, или учитель ранней церкви, кому церковь не мать, помните, тому Бог не Отец. Невозможно говорить о вере, о христианстве вне церкви. Вне церкви нету настоящих отношений с Богом. Если они рождаются, то они приводят в церковь. И это просто даже более того, из более ста раз употребление слова «экклезия» в Новом Завете только пятнадцать раз говорится по отношению к Вселенской Церкви. Поэтому, когда мы читаем церковь, то Библия подразумевает, прежде всего, поместную церковь. Поместная церковь – это Вселенская церковь в миниатуре. И вот мы с вами, евангельские христиане-баптисты, и мы понимаем, что... И мы исповедуем принцип автономности церкви не в смысле изоляции, абстрагирования, а в смысле того, что вся полнота Божьей благодати есть по местной церкви. Мы не можем поместить на два разных полюса – жизнь с Богом и церковную общину. Вот мы сегодня с вами живем в то время, когда сама культура такого эгоцентризма, культура потребительства, она пытается разорвать церковь и духовную жизнь. Церковь и духовную жизнь. Это как, знаете, семье. Семья, как бы, общее общежитие, а тут, как бы, отдельно бюджет, интимные отношения, еще что-то там – это все вместе. Нельзя разорвать на запчасти. Так вот, духовную жизнь невозможно вырвать из церкви, потому что духовной жизни вне церкви не происходит. И в то же самое время иметь духовную жизнь без церкви невозможно. И церковь без духовной жизни невозможна. Это вместе все, потому что Господь созидает церковь. Невозможно иметь отношение с Богом и не находиться внутри церкви. Ну, настоящее отношение с Богом. Когда Господь спасает верующего человека, когда Он возрождает его, то что Он делает, помните? Он крестит его Духом Святым, погружает его куда? В церковь. И мы это делаем потом, видим образом, в виде водного крещения, подтверждая уже духовное рождение. Именно поэтому задача и призвание и ответственность подлинного христианина – это служить в церкви и через церковь. Вот, просто такое вступление. Ну, как Господь созидает церковь? И смотрите, наш текст говорит очень ясно. Стих 10, он говорит о том, что Бог созидает свою церковь через мудрых архитекторов. Через мудрых архитекторов. Через мудрых архитекторов. То есть, на самом деле, церковь созидается, это сообщество верующих людей, но она созидается посредством служения мудрых строителей. Стих 10. Вот мы, сработники, стих 9, и вот кто мы? Это мы, мудрые строители. Бог – это собственник здания, которое он созидает, но он созидает его через конкретных мудрых строителей, или буквально слово «строители» – это еврейское слово «архитектон», которое есть слово «наш архитектор». Вот мудрые архитекторы и архитекторы в то время – это те, которые рисуют схемы и которые ее оплощают. Но они не выдумывают, что строить, им говорят, а они просто реализовывают. То есть, Бог – заказчик для нас, что строить. Он дает нам задачу и объяснение, что Он желает увидеть, а мы уже прорабатываем механизм, как мы это будем осуществлять. Но Он – заказчик. Мы не выдумываем, на самом деле, что строить. Мы не придумываем, какая должна быть церковь. Но мы ответственны за то, чтобы в нашем контексте, в наше время, там, где мы находимся, построить то, что хочет Господь. И, конечно, локация повлияет на некоторые нюансы, которые мы будем делать. Но она не повлияет на суть, на саму схему, на то, какое здание Божьей Церкви должно получиться. Итак, Бог приглашает архитекторов, наделяет их соответствующими дарами, и они начинают строить. И вот здесь есть три, ну, даже два, начали, я отвечу, потом я скажу, три опасности. Две особенности этих мудрых архитекторов, братья. Первая особенность, смотрите, поданные мне от Бога благодати. Другими словами, невозможно создать церковь, если не иметь призвания от Бога это делать. Не все призваны быть пасторами. Не в том плане, что пасторы лучше, чем другие члены церкви. Не в том плане, что, ну, остальные хуже или не нужны. Но это в том плане, что церковь не может созидаться, если она не имеет призванных служителей. И призванных – это не то, что сама община избрала и дала им, как будто бы, какое-то право. Община подтверждает Божие призвание, но не наделяет этим призванием. Когда мы не верим своим, мы баптистами, мы не верим в то, что есть священническая благодать, передаваемая руками людей или руками общины. Мы верим, что есть Божие призвание, Он дает дары, а мы просто подтверждаем и благословляем, рукополагая. Это важно, дорогие мои. Если я подвязаюсь незаконно, если у меня есть какая-то амбиция или просто чувство значимости и ценности, если я буду иметь рукоположение, и поэтому вот я буду чувствовать себя лучше, и тогда я буду активнее служить, то значит, я точно не готов, или даже, может быть, я не призван. Потому что это все связано с призванием от Бога, а не просто с моим хотением. Это важное дело, братья. Если я не призван, то сколько бы я не подвязался, как, помните, говорит Павел по Санкт-Тимофею, не увенчивается, то есть не получит успеха, потому что нету Божьей благодати. Бог дает благодать пастырскую служителя для призванных людей. Я сейчас не хочу сразу, чтобы ваши руки опустились, но наоборот, чтобы они поднялись, чтобы поддержать руки призванных людей, чтобы не было склок амбициозных просто, или желания значимости и ценности обрести в статусе, там, рукоположении, положении, каком-то еще. Бог созидает церковь призванных людей, чтобы мы молились об этом. Господи, даруй нам призванных людей. Помоги нам заметить таких людей, израстить их. Да, и потом уровень призвания разный есть. И Роман здесь как-то говорил, предваряя эту проповедь, кого-то Бог призвал быть дьяконом, кого-то Бог призвал быть лидером малой группы. Но мы сейчас, прежде всего, говорим о служителях общины, о мудрых архитекторах, которым Бог дает благодать. Поэтому ничего не... Ну, потому что это Бог им дал эту благодать. Потому что это не их сила, не их способности личные, не их ум сделали их мудрыми строителями, а Божьи дары. То апостол Павел в стихе седьмом чуть выше говорит, посему и насаждающий, и поливающий... Смотрите, как он говорит. Вы видите, да, текст? Есть что? Ничто. А все Бог возвращающий или взращивающий. И на поэтому призванный человек не будет хвалиться, типа, это я построил церковь, это благодаря мне так получилось, это моя технология, это мои способности, мой ум, потому что это только Божья благодать может. Это только один Бог, поэтому и слава вся Ему одному. Мы не можем созидать, дорогие братья, церковь своими силами, талантами, своей мудростью, потому что если это будет так, то вся слава нам идет. А если будет не получаться, то мы пойдем в отчаяние, или в самомнение, если все выходит, и тщеславие. Но если даже мы будем это все делать, это будет какой-то видимый религиозный успех, это все будет пустое и недуховное, потому что это не Божие. Потому что духовное строение требует Божьих духовных ресурсов, а их дает Сам Господь, и только Он. Если у вас что-то не получилось в жизни, не спешите обвинять других, и вообще не обвиняйте других, а задумайтесь, правильно ли вы строите, и есть ли у вас призвание. И если у вас есть призвание, то неудачи вас не остановят. Они вас сокрушат, они помогут увидеть свою гордыню, самомнение, они помогут вам еще больше вцепиться в Христа и в понимание своей миссии и роли, но вы будете делать то, к чему призваны. Потому что призвания, дары и призвания, они от Бога. Неважно, освобожденный ты служитель или нет, живешь ли ты в Питере или где-то там в Иркутске, живешь ли ты в большом городе или в маленьком населенном пункте, это призвание от Бога. Ты будешь заниматься. Вот знаете, я пастор церкви, где немалое количество малогрупп сейчас. И я могу видеть, что некоторые братья, которые лидеры малых групп, а их много, десятки лидеров, имеют, как мне видится, пасторское призвание. И вот эти малые группы, братья, они растут и качественно, и поэтому растут количественно. Почему? Потому что эти братья занимаются не тем, чтобы контент передать, не просто, чтобы классно попить чай, они занимаются людьми. Их хлебом не корми, дай позаниматься людьми. Есть братья, которые неплохие, координаторы, неплохие, такие, знаете, общатели, назовем их так. Но и группы неплохие тоже, но они особо не развиваются. Почему? Потому что у них нету дарования пасторского. Не потому, что они плохие, но просто Бог им дал другие способности, другие дары. И мы часто можем не иметь успеха духовного и пытаемся найти новый какой-то механизм, новую фишку, новую идею, но потому что мы пытаемся строить то, к чему они призваны. И, может быть, даже мешая другим, которым Бог дал призвание, чтобы они начали развивать служение. Мы видим, смотрите, здесь какую вещь. Это вопрос, который стоит задать каждому из нас. В чем твоя идентичность как служителя? Идентичность. То есть, я понимаю себя как служителя, потому что меня призвал Иисус, дал мне дары и ответственность. Либо я понимаю себя служителя, потому что меня руку положили, потому что я получил статус, или я хочу получить статус, потому что теперь меня должны все уважать, потому что все меня должны ценить, или потому что я теперь клир, а другие мир. В чем моя идентичность? Во Христе Иисусе? В Его призвании или в чем-то внешнем? Апостол Павел прямо здесь говорит, поданный мне от Бога благодати. Ничего не связано с Павлом, все связано с Богом и его благодатью. Но даровано как подарок, благодать, незаслуженно Павлу. Поэтому вопрос первой братья, которая стоит задать, в чем мое призвание? К чему Бог призывает меня? И наслаждаться, и действовать. Вот знаете, вчера, вы просите меня за такую, можете, откровенность, но она такая не совсем уж чересчур неприличная. Вчера мы ходили с братьями в баню. Ну что такое человек в России и в баню не сходить? Это почти что невозможно. Конечно. И когда мы общались со служителями, там, пастырями другими, то братья говорят, Евгений Юрьевич, можешь нам вашего диакона отдать? Ну, потому что он диакон настоящий, Богом призванный. Так все делает, что у него все получается то, что нужно. Я знаю, что если бы я делал бы на его месте, у меня бы не получилось так. Потому что нет у меня призвания такого, а у него есть. Он в баню зайдет, всем сразу хорошо. Он в предбанях зайдет, всем как бы хорошо. Он встречает у всех на приветствие, всем радостно. Потому что призвание. Нету неподходящего человека, есть неподходящее место для него. И человек испытывает дискомфорт, и других тоже вовлекает в этот дискомфорт. Пойми свое призвание и быть в нем. Ради Бога, ради его церкви, ради его славы. Моя идентичность не в моем статусе, не в моих результатах, не в мнении людей, даже не в моей репутации, уж точно не в моем положении. Она находится в призвании от Господа Иисуса. Потом мы видим, что эти люди не только имеют призванные и одаренные, но они еще и понимающие и целеустремленные. Смотрите, как мудрый строитель. То есть, это не просто он сам думает, что делать, сам выбирает, чем заниматься. Ему сказано, его главный фокус – это созидать Божие царство. Но он мудрый строитель. Он мудрый строитель. Он несет ответственность перед Богом, чтобы делать то, как нужно, и то, что необходимо. И он закладывает верный фундамент, фундамент для этого будущего здания. И он закладывает Евангелие Господа Иисуса. Павел говорит, через вот эти красные нити проходит. Крест Христа, Евангелие Христа, Личность Христа. Дорогие мои, церковь – она про Христа. Церковь – она для нас, но она не про нас. Евангелие для нас, но не про нас. Мы часто, приходя на собрание церкви, мы думаем, что это для нас. Насколько мне нравится вот эта музычка, насколько мне нравится этот стиль изложения, или то, другое, третье. Это все имеет смысл об этом говорить. Но это не главное. Потому что самый главный вопрос – является ли Христос центром проповеди и центром этого собрания? Если человек придет со стороны и посмотрит на нас, почувствует ли он, поймет ли, что здесь почитают Иисуса и Его проповедуют? Можно ли сказать так вот твердо, без всяких сомнений, что здесь главное – Иисус? Потому что если главное – Он, то и людям будет хорошо. Но если главное – что-то иное, даже если главные люди, кажется, казалось бы для людей, то все будет распадаться. Люди будут неудовлетворены, потому что, как бы мы ни пытались удовлетворить человеческие нужды, вне Христа они всегда будут неудовлетворены. Единственное, что насыщает нашу душу, успокаивает наш разум, дает ответы нашему сердцу – это Христос. Он есть альфа и мега, начало и конец, Он первый и последний. Он нам нужен больше всего. Он есть хлеб жизни. Он дает жизни, жизнь с избытком. Поэтому нам нужно помнить, что мудрый строитель, прежде всего, закладывает правильный фундамент. Это не просто какие-то отношения кланов каких-то, династий, желаний, кто что получит, дележка портфелей, как бы угадывание нужных стилей или трендов. Самый главный фундамент – это Иисус. Иисус – это Евангелие. Евангелие. Иначе это будет подмена. Это значит, что здание когда-то утонет, разрушится, разваливается. Понимаете, если мы… Ну, про фундамент можно долго и много говорить, но и вот такой момент еще важный. Почему он еще мудрый строитель? Потому что в то время, когда строили здания, братья мои, то здания строили порой не одно поколение. Либо, по крайней мере, точно не за полгода. Это годами строили. И поэтому мудрый строитель, архитектор, который был и подрядчик, он закладывал этот фундамент, а потом уже другие приходили, даже, может, после его смерти или его отъезда куда-то, и начинали дальше строить. Если он неправильно положил, то, как бы они ни строили, ничего не выйдет. Если фундамент неправильный, то ничего не выйдет. Очень многие из нас становятся служителями в старых церквях, которые уже давно существуют. Может быть, там фундамент покосился. Может быть, там фундамент в чем-то даже подменили. Смотрите, апостол Павел пишет послание к Каримской церкви, молодой церкви, где благодаря влиянию лжеучителей произошла попытка, реальная попытка подмены чего? Фундамента. Можно в общине, церковной, христианской подменить фундамент и поначалу сразу не заметить, потому что фундамент как бы подразумевается, что он там есть, но потом с поколениями само Евангелие потерялось. Оно где-то как бы есть, но его и как бы нет. И нам нужно проверить, а какой фундамент у нас сегодня? Где вот наш самый главный акцент? Поэтому здесь Павел говорит про ответственность последующих строителей, чтобы они с одной стороны строили по той схеме, которая им дана, они ни в коем случае не попали в эту ловушку, не подменили фундамент. И он говорит три опасности, которые есть у последующих строителей, которые... А мы с вами последующие строители, мы пришли с вами в служение братства, служение церкви, которой точно не 10 лет. И вот они три опасности, которые показывает Павел. Смотрите, первая опасность, и мы об этом поговорим чуть побольше, это попытка строить не из тех материалов. Не из тех материалов. Почему Павел и говорит, да, каждый смотри, как строит. Вторая опасность, не анализировать, что происходит. Не оценивать, что происходит. Эта фраза, каждый смотри, как строит, это же Павеление, это глагол настоящего времени, то есть занимайтесь этим постоянно. То есть не просто раз посмотрели, не просто раз в 4 года переизбрали пресс-фитера, или что-то еще сделали, а реально смотрите постоянно, как вы строите. Можно незаметно уклониться, можно пасть в ловушку. Я помню, как мой друг стал пресс-фитером церкви, мы с ним были в одной общине, он подошел ко мне и говорит, знаешь, у меня к тебе есть одна просьба. Как только ты увидишь, что я вхожу в колею, ты мне скажи об этом. И вот прошло полгода, и он вошел в колею. И тот, кто занимается церковью, он хорошо понимает, надо приготовить там песни, проповеди, договориться о том, как собрание будет проходить. Один словно такая, знаете, текучка, пастырская текучка, которым занимаются многие из нас. И уже на каком-то этапе он просто стал уже уставать, уже просто чисто каждую неделю все это делать. Когда собрание еще 3-4, собрание на неделе, это вообще может заболеть. Ну что мне рассказывать, все вы это знаете, сами болеете. И вот прошло полгода, и я вижу, что он уже не думает о развитии, а просто чтобы еще кончилась одна неделя. И вот я к нему подхожу и говорю, Сергей, я тебе скажу честно, ты попал в колею. Он улыбнулся и говорит, если бы ты подошел бы через 2 недели, я уже настолько был бы в колее, что я бы тебя даже слушать не стал. А сейчас я скажу, что я чувствую, что в колее, но я уже, знаешь, не знаю, как из нее выбраться. Может быть, ты сам сейчас в такой колее, и не знаешь, как выбраться. Но ответы есть. В Библии есть. У братьев есть. Мудрые ответы. И так не анализировать, что происходит. И это сегодняшняя наша конференция. И третий момент, о чем я уже упомянул, это 11 стих, это попытка поменять фундамент. И поэтому Павел не случайно говорит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Вероятно, даже там пришли люди, которые иное благословение принесли, о чем он говорит уже в 2 послании к Коринфянам, даже, возможно, они там были, когда Павел написал это послание церкви. Итак, про верный фундамент. Пару слов. Верный фундамент. Сам Господь Иисус. Если мы не строим на Христе, на чем бы мы ни строили, мы не строим Божию церковь. Одно время я жил на Таганке в Москве, в Москве, в нескольких местах жил, и вот на Таганке открылась однажды церковь саентологии. Слово «церковь» и второе – саентология. Такая есть религиозная, сектанская, странная, такая псевдо-религиозная организация. Но они называются церковью, экклезия. Но там нету Христа. Хотя имя Христа могут употребить там, в разговоре. Но это не церковь. Не все и не все, что называется христианская церковь, равно христианская церковь. Потому что, если там Христос не в центре, то это мы не созидаем церковь. Мы не строим Божию церковь. Строится что-то. Но если фундамент неправильный. Знаете, друзья мои, попытки подменять фундамент могут быть разные. Вот я себе записал несколько попыток, которые могут произойти. Например, церковная традиция. Можно просто строить на церковной традиции. Которая постепенно вытеснила Христа в сторону. Он уже не эпицентр внимания. Это может быть просто христианская мораль и этика. Вроде нравственность, вроде христианские принципы. Там любить ближнего, быть добрым. Но с другой стороны, если они не построены на Христе, не просто на Его примере, но на Его жертве, на Его кресте, то это не христианство. Это просто обычная, морализаторство, которое не имеет христианской сути. Понимаете, когда мы говорим, что муж должен любить жену, это еще не христианство. Но когда мы говорим, что муж должен любить жену, как Христос изъявил церковь и отдал себя за нее, вот это христианство. Потому что у нас есть модель. Но когда мы говорим, что муж так не может любить жену, и нам нужна благодать Божия, вот тут начинается подлинное христианство. Потому что ни один самый лучший мужчина не способен так любить свою жену, которую он, казалось бы, ценит, если не будет Божьей благодати. Никто из нас без Божьей благодати не может жить христианской жизнью. Поэтому христианство – это больше, чем пример. Это больше, чем нравственное поведение. Это сила Божия, действующая на нас могущественно. Поэтому, да, вот подмена, церковная традиция, моральное учение, социальные проекты, добрые дела – это все неплохо, друзья мои, это все не является злом на самом деле. Но если это является основой того, почему мы собираемся вместе, это то, чем мы занимаемся, это центр нашего внимания, мы меняем фундамент церкви. Иногда люди находят просто вероисповедание. Они там цитируют больше, чем знают Писание. Это историческая преемственность. Кто-то находит свое основание в движении, в активности. Но суть не меняется. Если Христос не является центром, а просто где-то сбоку, он совсем затеряется. Именно поэтому однажды случилась реформация, соло-скриптура, соло-христос, потому что он где-то был, но потом он потерялся. И нужно было вернуть, нужно обновить. Вы можете сами сейчас проверить себя, вот свою общину с вашей командой. Что в центре вашего планирования? Что в центре вашего служения? Вот я вам расскажу историю своей жизни. Я помню, был молодежный лидер в прекрасной церкви города Кемерово. Мы с братским молодежным советом собрались и планировали год служения. Мы расписали просто кучу вещей. Молитвенное собрание, выезды, встречи, посещения, проповеди и так далее, и так далее. И мы потратили несколько часов, и потом вдруг мы посмотрели на эту схему, и мы поняли, что Христа нет. Не то, чтобы мы были против Христа. Не то, чтобы мы как бы не хотели для Христа. Просто все, что мы делали, не отталкивалось от Него. Как мы сделали? Мы взяли и нарисовали крестик посередине. Типа, ну, Христос тут везде. Но знаете, что случилось? Потому что он не был оправной точкой, то когда мы проводили спевки, мы больше думали о том, как бы угодить людям, которые там учатся петь, а не как угодить Христу. Когда мы планировали проповеди, мы думали о том, как бы сделать так, чтобы этот брат не обиделся, потому что, типа, другой брат уже сказал три раза, а этот сказал только один раз. И опять Христос потерялся в стороне у нас. Когда мы думали о нашей выезде, о нашей выезде, мы думали о том, как сделать так, чтобы молодежь съездила, им было приятно и радостно, а не то, чтобы на самом деле они встретились со Христом. Понимаете, мы вроде не были против Христа, но мы не были от Него, из-за Него. Мы просто имели опасность превратиться в религиозную активность, которая была не была греховная, но, по сути, мы могли услышать, но умея против Тебя одно, Ты оставил первую любовь. И поэтому важно, чтобы это был фундамент. Проверьте просто сами себя, что в основе жизни моей общины сегодня. Если бы я спросил бы членов нашей церкви, то что бы они сказали? Точно бы они сказали, что мы, как общины, живем ради славы Христа. И ради Него. Или они сказали нечто иное. Просто. Это хороший вопрос, на самом деле. Вопрос, который стоит задавать себе. Для того, чтобы корректировать и служение, и проповеди. Правильные материалы. Правильные материалы. Понимаете, братья, даже наличие правильного фундамента, даже наличие правильной доктрины не защищает нас от того, чтобы мы не сделали ошибку и не стали строить неправильно. Это одна из вещей, которая должна нас всех взбодрить. Наличие правильного фундамента и правильной доктрины не дает нам гарантию, что мы будем строить из правильных материалов. Именно об этом здесь говорит Павел. Стих 12 по 15. Да, он перечисляет здесь разные материалы. И не стоит нам здесь пытаться угадывать, какой там тайный смысл в каждом материале, типа золото, солома. Вот солома – это, наверное, учение святилиеговое, а золото – это учение Ивахстия Баптистов. А драгоценные камни – это, наверное, Лютер. Ну, Кальвина туда, может, добавим. А вот там дерево. Ну, кто такие дерева? Ну, вот есть тут у нас. Ну, это нет, такого здесь нету, на самом деле. Это просто… Это как бы точно есть такого нету. Здесь никакой тайной доктрины нету. Действительно, все эти материалы, все разбиты на… По сути, можно их так суммировать, ну, я, по крайней мере, так суммировал их на три элемента. Их принципиальное отличие друг от друга. Во-первых, это огнеустойчивость. Огнеустойчивость. То есть, Павел различает эти материалы с позиции того, как они противостоят огню. Потому что даже когда золото расплавится, оно все равно остается золотом. А солома, она сгорит. И исчезнет, превращается просто в прах пепел. Так вот, апостол Павел говорит, что однажды будет оценка всего того, что мы делаем. И то, что было сделано ради Христа, его благодатью, оно устоит, потому что оценим будет сам Христос. А то, что было сделано человеческими вещами, оно сгорит. Оно просто будет уничтожено. И в тот день будет решаться не вопрос нашего спасения, спасение по Божьей благодати. Там будет решаться вопрос нашей награды. Что мы, как мудрые строители, получим мы или нет? Получим ли мы одобрение или нет? Будет оцениваться наша мотивация и наш труд Божьими дарами. Братья, однажды мы все с вами предстанем не перед братским советом, не перед церковной общиной. Однажды мы предстанем лично перед Христом. И там уже не помогут тебе ни твои красивые, может быть, словесные обороты, умения как-то группировать людей. Там либо будет радость, награды, либо будет печаль, осознание, что я строил все не из тех материалов. Вот почему нужно оценивать постоянно, чтобы не потерпеть урон, не потерять на самом деле. Огонь проверит все. И с другой стороны, это ободрение для нас, братья. Потому что люди чаще всего не оценят нас справедливо. Надо сказать прямо, большинство людей нас не оценят справедливо. Даже, может быть, ваша община не оценит справедливо. В истории христианской церкви многие служители получали тяжелые удары от своих даже собственных общин, от своих собственных друзей. Царь Давид, апостол Павел, вообще он основал церковь в Каринфе, о Каринфе говорили, да вообще нужен он нам. И видом не вышел, и проповедник не такой. Это про него говорили, который был их отец духовный, так что он говорил, я отец ваш, я родил вас во Христе. И они говорили, да ты не такой привлекательный, не такой яркий, и в Инстаграме у тебя мало подписчиков. Понимаете, это будет так. Но Иисус, Он знает наше сердце. Он сердцеведец. Он лучше любого из нас. Он знает про нас все. И Он даст честную, справедливую оценку. И поэтому, если мы делаем для Него, нам не стоит смущаться людьми. Нам не стоит искать и заискивать признание и оценки людей. Потому что гореть будет не на братском совете только или на церковной общине, а гореть будет, когда Иисус придет. И это важно. Итак, огнеустойчивость. Второе – это долговечность. Дерево, сено, солома точно не сохранится долго, а вот золото, серебро, драгоценные камни останутся. И то, что мы созидаем Божьей благодатью, оно останется, навсегда останется. То, что созидаем человеческими силами, к сожалению, братья, оно может остаться на время нашей земной жизни. Некоторые строения человеческими инструментами можно построить, и они будут долго существовать. Религиозные строения. Существует масса религиозных структур, которые существуют, не имея Духа Божия никак. Поэтому не стоит себя утешать просто видимым внешним каким-то успехом. Не стоит себя как бы ободрять просто каким-то видимым проявлением. Надо осознавать то, что человеческое недолговечно все равно. И если оно не распадется при моей жизни, оно все равно распадется. Это ярко показывает история даже протестантских церквей. Было время, когда лютеранская церковь нынешняя во времена того же нашего брата Мартина, Лютера, или та же церковь реформаторская во времена нашего брата Вани, Кальвина. Это были сильные божьи движения. Но прошло время, и мы встречаем аморальность, мы встречаем странные вещи, действие Божьей благодати прекратилось, потому что произошел отход от Божьей истины. Именно поэтому надо понимать, что, может быть, при нашем поколении не произойдет это, но это точно произойдет. И не стоит говорить себе, ну ничего, слава Богу, что у меня будет все хорошо, потому что день суда покажет, день оценивания покажет. Более того, страшно строить, что потом дети и внуки пожинали разрушение. Страшно строить так, чтобы потом следующее поколение мучилось и терзалось. И об этом наш текст тоже говорит. Ну и третье – это красота. Из сена соломы можно, конечно, что-то построить, но в целом, потому что это недолговечное, то и здание будет в конечном итоге убогое. А вот прекрасные, драгоценные камни и металлы, они созидают красоту. Это не убогая хижина, а это красивый храм. В нем просто радостно быть, в нем прекрасно быть. Понимаете, церковь может собираться в катакомбах, но там чувствуется красота неба. Друзья, мы можем не иметь такие красивые здания или помещения, но человек, приходя туда, он соприкасается с теплотой Божьей благодати. Никто и ничто на всей планете не способен этого дать. Красота Божьего креста, красота и сила Евангелия – это краше любого украшения, любого декора. Человеческий декор временен, а вот Божья сила Евангелия, она постоянная. Поэтому, друзья мои, любая деятельность, любое служение, любая мотивация, любое учение, любая черта характера, которая произведена Евангелием и по Евангелию принесет славу Богу и воистину вечную награду, а все остальное оно будет разрушаться. Как узнать, укорено ли это в кресте Христа или нет? Если нет, то это просто религиозная активность, но не служение с правильной мотивацией, благочестивым поведением, жертвенностью и так далее. Сегодня из многих неправильных материалов пытаюсь строить. Причем эти все материалы, понимаете, из них можно строить. Просто они недолговечны, просто они не выдержат огня, просто они некрасивые в конечном итоге. кто-то строит на основании популярной психологии, кто-то строит на основании технологий маркетинга и менеджмента, кто-то строит на основании просто душевной теплоты человеческой, кто-то строит на основании угождения, желания, интересам людей. Братья мои, все это работает, но все это поверхностно и недолговечно. Надо стоит признать, что все эти вещи работают, если бы нельзя было из них ничего построить, из них бы ничего не строили. Они имеют вид привлекательности, но они не имеют будущего. Да, мы не должны быть какими-то сухарями, отвергать здравый смысл. Нам нужно понимать, если что-то больше, чем Евангелие, если что-то не ради славы Христовой, не имеет будущего. И слово здесь говорит о том, что сам Бог оценит нас. Сам Бог нас оценит. И это прекрасно, и это важно. Но есть мне хотелось бы еще показать парочку моментов. Братья мои, этот разговор идет с лидерами церкви. Мы с вами в наших общинах строим вот на фундаменте с помощью этих материалов какие-то, знаете, дороги, комнаты, коридоры, как люди верующие будут жить и действовать. Мы с вами закладываем форму взаимоотношений, взаимодействия внутри общины. От лидеров зависит, как люди будут развиваться. Создадим ли мы благодаря Божьим материалам условия для духовного развития, богопознания и процветания истины, либо мы создадим что-то, что удобно, комфортно нам, нам кажется правильным, где люди, на самом деле, будут мучиться. Где люди будут походить, знаете, на вот Давида, которого одели в одежды Саула, а им не получается им развиваться. Некоторые лидеры выстраивают служители такие вот механизмы внутри общины, что невозможно полноценно жить ради Христа. Они создают времена неудобоносимые, препятствия такие, которые не нужны, либо наоборот делают такой хаос, где вседозволенность, и тем самым действие Божьей благодати сокращается и уменьшается для людей. Мы с вами, лидеры, определяем культуру отношений, отношений к служению, восприятие. Мы формируем с вами. Просто мы строим эти комнаты, эти коридоры, где живут наши верующие. И нам нужно оценивать, что мы там понастроили. Что мы сделали? Создали ли мы условия для процветания, или мы создали препятствия для развития? Помогаем мы людям лучше видеть Иисуса и к Нему идти? Либо мы сделали себя этим лекалом, этим центром, и люди никак не могут прийти ко Христу, кроме как через нас? Это хорошие для нас вопросы, братья. Посмотреть просто, что у нас здесь происходит. Есть ли свобода духовного развития и препятствия греху, либо наоборот, свобода греху и препятствия духовного развития? Я сейчас имею искушение начать предводить примеры всевозможные. Но я все-таки должен привести пару примеров, чтобы показать, как это реально. Представьте себе пастора, это реальная история, когда он говорит, братья и сестры, ваше служение Богу это посещение богослужений. Вы слышите, да, что он заложил фундамент? То есть у человека в этой церкви будет понимание, служение Богу это посещать богослужения. Это уже определенный стандарт, определенные ожидания, не библейские на самом деле, но они существуют. Или, допустим, человек говорит, чтобы стать лидером в этой церкви, тебе необходимо, чтобы ты был с правильной родословной. Если у тебя неправильный родословный, не та фамилия, или ты не на том женился, на той точнее, у тебя шансов нет. Хоть там семь пядей во лбу, хоть Бог тебя призвал через Папу Римского и Патриарха, бесполезно. Понимаете, мы создаем определенную культуру, определенное восприятие, мы строим из этих разных материалов. И вот то, как мы строим, так и развивается община. Братья, дорогие, мы больше влияем на развитие общины, чем мы это сознаем. Это правда. Мы больше влияем, чем мы это сознаем. Если вы выкладываете в Инстаграме какие-то посты, где центр этой истории вы, то вы еще больше провоцируете людей к эгоизму. Если вы читаете хорошие книги, и вы лично благовествоваете, вы об этом говорите, от избытка сердца говорят уста, то в этой церкви есть потенциал для благовестия. Но если пастор не благовествует, то и церковь не будет благовествовать. Невозможно ругать верующих на то, что они не благовествуют, если сам пастор этим не живет. Понимаете, братья, мы с вами строим, настроим даже, даже если у нас правильный фундамент, но мы все равно строим из разных материалов. И нам нужно оценивать и фундамент, и материалы, из которых мы созидаем. Ну, я полагаю, что я должен походить к какому-то финалу уже, а я только как бы начал, так скажем. Поэтому вот что мне необходимо отметить. Братья, наверное, последний, это пункт большой. Мы с вами строим, это удивительно, но мы строим с вами храм Божий. Это не просто приход. Это точно не приход, это Божий народ. Это не здание. Это Божий храм. Это значит, что на земле нету ближе места к небу. Это значит, что нет на земле более святого места, чем Божия церковь. Нам нужно понимать, что это такая невероятная привилегия и огромная ответственность. мы не можем просто разговаривать даже про нашу, может быть, не самую многочисленную общину, как просто про собрание людей. Это больше, чем встреча людей. Это Божия церковь. Нам необходимо помочь людям увидеть и осознать нечто невероятное, нечто святое, нечто вечное созидается. Церковь – это не здание, храм Божий – это вы, это уже ко всем верующим говорится. Тут именно в церкви Божией восстанавливается наша человечность в конце концов. Мы развиваемся, но мы понимаем, что, братья, пандемия нам помогла еще больше, кто это не понял. Церковь – это не здание. Проверьте сами себя, если сегодня у вас забрать здание, останется ли у вас церковь? Если сегодня закрыть ваше помещение, будет ли церковь собираться? Ощущает ли она себя церковь? И вообще, в принципе, нам нужно такой тест порой сделать всем. Нельзя строить служение вокруг здания. Это не по-баптистски, не по-христиански Павел против, Евангелие против, потому что мы собираемся, центр нашего притяжения – это сам Господь Иисус. Церковь – это место Божьего присутствия. Церковь – это место поклонения. Это значит, что когда мы приходим в собрание или просто собираемся в церковь, или просто взаимодействуем вместе на неделе, это значит, что мы растем все больше в поклонении, это значит, что мы все больше преображаемся в образ Христа, все больше посвящаем себя Ему. Это вопрос следующий для себя. Проходит год-другой. Как преображаются мои члены церкви? Становятся ли они все более похожими на Иисуса? Горит ли их сердце все больше по Богу? Жаждут ли они все большего посвящения, служения Ему? Потому что если церковь – это храм Божий, где совершается поклонение Иисусу, Христу, значит, чем больше я там провожу времени, тем больше я преображаюсь. Вы помните, да, Псалом Асафа, который там был в переживании за этих нечестивцев, которые благоденствуют, когда он вошел в храм Божий, когда он увидел Божию славу, то она преобразила его. Когда Исаия увидел Божию славу, Бога, сидящего на престоле Вселенной, это преобразило его. Если люди, находясь в нашей общине, не только на богослужениях, а в целом не преображаются, не влюбляются больше в Иисуса, не посвящают свою жизнь Ему все больше, не растут святости, братья, что-то не то, как мы строим. Потому что в Божьем храме люди меняются, в Божьем присутствии люди преображаются, в Божьем собрании люди исцеляются. Помните, Иоанн говорит в первой главе своего первого послания, мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа мывает из-за всякого греха. Значит, рост святости происходит, рост посвящения, рост благодарности. Если люди, все дольше находясь в собрании, растут в опытности, но не в духовной зрелости, где-то поломка есть в самом здании, там есть протечка, там что-то не так выстроено, там есть препятствие Духу Божьему созидать людей. Потому что, когда мы приходим к Богу, Его присутствует, то грехи наши обнажаются, несовершенство раскрывается, самоправедность обречается, неправильные приоритеты выясняются, неверные убеждения высвечиваются, неверные ценности выявляются, в Божьем присутствии нам нечем хвалиться, кроме как Христом. Это значит, что церковь будет все больше и больше славить Христа. Я скажу даже больше, если вы празднуете юбилей церкви, и вам все хочется больше рассказать про то, как много вы сделали, поломка какая-то произошла. это похоже, знаете, на забавный анекдот из Икар Макарыч рассказывает. Господи, я уже иду 20 лет за Тобой, это Тебе не шуточки, Господи. Но если я иду 20 лет за Ним, то я, конечно, еще больше Его люблю. Потому что невозможно полюбить Иисуса еще больше, если ты за Ним реально идешь. Не полюбить Его, если за Ним реально идешь. Так вот, Павел говорит нам, прям серьезное предупреждение. И это серьезное предупреждение для всех нас. Мы с вами не просто занимаемся общиной, мы поставлены созидать Храм Божий. И если ты разоришь Храм Божий, то покарает Сам Господь. Братья мои, нам нужно страшиться не церковного собрания, не братского совета, не мнение какого-то влиятельного человека в собрании, в общине, не какую-то оппозицию. Нам нужно страшиться самого Бога, который поставил нас. Потому что Он славы Своей не даст никому. И Он заинтересован в успехе Церкви больше всех. Нам нужно приходить к созиданию Церкви реально, с молитвой, с вниканием. Нам не нужно бросаться из одного тренда в другой, хвататься за одну соломинку или другую, строить плоды своих представлений. Нам нужно серьезно, молитвенно, изучать Божье Слово и оценивать свое служение, чтобы корректировать его в соответствии с Божьей истиной на верном фундаменте. Потому что Храм Божий свят, а кто разовет Храм Божий, того покарает сам Бог. И это обращено к верующим, это не сказано каким-то чужим людям. Это то служение, которое мы делаем. И у нас есть ободрение одно, которое я бы хотел привести здесь. Это стих 14, смотрите. Бог продолжает строить церковь. Бог продолжает строить церковь, потому что Он заинтересован в ней больше нашего. Он продолжает развивать, Он продолжает созидать. Если в чем-то вы видите свое несовершенство, то есть с чем мы справимся. Если в чем-то вы видите успех, есть за что поблагодарить. Но строительство не закончилось. Господь еще пока дает нам благодать дальше строить. Поэтому на конференции мы с вами молимся и смотрим. Не для того, чтобы испытать огорчение, или не для того, чтобы найти тех, у кого хуже, чем у нас. Вы слышали, да, это забавная история из практики моего служения, когда проходила первая молодежная конференция в нашем братстве, вот я ее проводил для лидеров тогда, первая для лидеров конференция, то один мой старый товарищ, он каждый день становился все угрюмее и мрачнее. Все хуже и хуже. Вот последний день, уже день отъезда, он такой радостный, я к нему подошел и говорю, Влад, а что ты так радуешься? Тебя какая истина ободрила сильно? Или, может, общение с братьями? Он говорит, да нет, знаешь, я вот слушал тебя, других братьев, у меня вообще все неправильно, все не так, а вот ночью общались с братьями, и я встретил брата, у которого хуже, чем у меня. Понимаете, это строить опять не на том фундаменте и не из тех материалов. Наша задача не найти у кого хуже, чем у нас, поверьте, такие и есть. Наша задача оценить себя, потому что Бог будет оценивать нас, а не чужих людей. И Бог строит, и Бог созидает. И мне радостно вот сегодня здесь, в этой церкви, находясь, вот тут я увидел с правой стороны брата из церкви, где сегодня я несу служение, брата Владислава, который приехал сюда ради того, чтобы быть на конференции, который мечтает, чтобы стать служителем, и который уверовал, крестился, развивается здесь в общине, женился в этой общине, родил прекрасного ребенка, и я смотрю на него сегодня утром и подумал, Бог созидает свою церковь дальше. Братья, посмотрите на себя, Бог созидает свою церковь. Поэтому помните, даже если мы ошибаемся, даже если мы спотыкаемся, то наше достоинство не в том, чтобы не ошибаться, а в том, чтобы увидеть снова Христа и помнить, что Он строит церковь. Давайте мы сейчас с вами помолимся друг за друга, разобьемся на пары и помолимся друг за друга, чтобы Господь дал нам этой благодати видеть, понимать, анализировать, замечать и укрепил наши сердца, чтобы мы смотрели на начальника и совершителя веры нашей Господа Иисуса. Давайте помолимся. ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ